Стивен Коннор. Стивен, я передаю вам слово. Очень рада видеть вас на нашей конференции. Передаю вам проживищу. Большое спасибо, Диана. Дорогие коллеги. Мы сегодня будем показывать презентацию по новому глобальному атласу плиативной помощи, как сказала Диана. И давайте посмотрим работы. Итак, мы работаем совместно со социально-профессиональным участниками фосписной помощи России. Мы готовим этот глобальный атлас плиативной помощи. Четыре страны, в том числе Россия. У нас сегодня будет три презентации. И об этом я не буду говорить в деталях. Мне хотелось бы поблагодарить вас всех за эту возможность. В прошлом году выпустили новый глобальный атлас плиативной помощи. И Российская Федерация играла большую роль и играет большую роль в развитии плиативной помощи. Профессор, мои коллеги, профессор Джеймс Клэри и профессора Филици Кнаол играли большую роль. Они сегодня будут выступать вместе со мной. И давайте начнем. У меня нет никакого конфликта интереса. Глобальный атлас плиативной помощи – это издание, которое выпускается в партнерстве с семейной организацией здравоохранения в сотрудничестве с организациями, ассоциациями плиативной помощи, которые промотировали этот документ. И сегодня мы будем говорить с вами вот о чем. Изначально цель этого атласа была создать картину или глобус плиативной помощи во всем мире. Нам хотелось установить глобальный ориентир для измерения плиативной помощи. Что происходит в течение времени, что улучшается, насколько. И там, где нет улучшений, там, где нужно выступать в защиту, улучшение развития, тоже должно быть понятно. Первый глобальный атлас был опубликован в 2014 году до Всемирной ассамблеи. Он был скачан более 150 тысяч раз. Второй глобальный атлас более 50 тысяч, опубликован только в 2020 году. Моя презентация стоит из трех частей. Моя презентация будет по, собственно, обзорам того, что есть в атласе. Итак, вторая презентация. Профессор Тнал будет более глубоко говорить о методологии, о потребности плиативной помощи. Также расскажет о изменениях, которые происходят. И профессор Фелици Кнаул об этом расскажет более подробно про методологию комиссии Ланцетт и так далее. И потом профессор Клири, он поговорит о том, как плиативная помощь может справиться с опиоидным кризисом. Итак, что такое плиативная помощь? Сколько людей во всем мире нуждаются в плиативной помощи? Какие основные заболевания требуют плиативной помощи? Какие препятствия на пути исследования? Об этом будем говорить, насколько хорошо плиативная помощь развита в разных странах. Мы относим разные страны к разным категориям. Об этом мы тоже поговорим. Мы поговорим о 10 моделях плиативной помощи во всем мире. Мы будем говорить о ресурсах, которые выделены и используются для плиативной помощи. Ну и главный вопрос, Атласа улучшилась ли ситуация со временем и куда идти дальше? Потому что всегда есть куда идти. В 2017 году 57 миллионов пациентов нуждались в плиативной помощи. И сегодня мы можем сказать, что 25,7 миллионов в них, не включая COVID, реально находят необходимую плиативную помощь. И это 2017 год до пандемии. В странах с низким и средним уровнем дохода 76% получают плиативную помощь. Но далеко не все, как вы видите. То же самое касается детей. Все зависит от страны. Но, тем не менее, до сих пор множество детей умирают с боли. И сегодня примерно 100 миллионов пациентов, а может быть и больше, страдающих от горя, от боли. Сегодня ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса. Итак, что же такое плиативная помощь? Мы используем определение ВОЗ, которое говорит, что плиативная помощь – это подход, который улучшает качество жизни пациентов, взрослых и детей, их семей, которые сталкиваются с проблемами, связанными с опасными для жизни заболеваниями. Плиативная помощь предотвращает и облегчает страдания за счет раннего выявления, правильной оценки, лечения боли, других проблем – физических, психосоциальных, духовных. Сегодня есть обновление, в которое было одобрено Международная ассоциация хосписной помощи. Итак, примерно 57 миллионов человек в 2017 году нуждалось в плиативной помощи. Мы можем видеть цифру умерших – 25 миллионов, 31 миллион пациентов не умерших, но мы знаем, что в прошлом году ситуация ухудшилась для наших пациентов, и больше стало людей, которые не получали помощь, и людей, которых умирали. 45% людей получают, и 55% не получают плиативную помощь. Давайте посмотрим на возраст наших пациентов. В основном это люди 50+, это цифра по всему миру, но тем не менее 7% из этих пациентов – дети. На самом деле, я думаю, что мы недооценивали тогда количество детей, и мы будем обновлять информацию. Но тем не менее 50+, это основная категория. 69% – это пациенты с неинфекционными заболеваниями, и они нуждаются в плиативной помощи. Но есть пациенты у нас с туберкулезом, с ВИЧ-инфицированной и так далее. Что касается взрослых, плиативная помощь нужна в первую очередь пациентам с раком, но где-то 30%, даже больше, это пациенты, не вольные раком. И здесь целый ряд заболеваний представлено на слайде. Насколько мы знаем, что большинство пациентов, которым нужна плиативная помощь, это все-таки взрослые пациенты. В развитых странах, в богатых странах, конечно, все население получает помощь, но далеко не везде так. И в странах с невысоким средним доходом эта проблема, естественно, достаточно высокая. Что касается детей, 4% нуждающихся в плиативной помощи больны раком, гораздо больше у нас травма и других причин. Перед вами новая модель общественного здравоохранения, ВОЗ для развития плиативной помощи. Такая треугольная модель у нас была, которая включала в себя образование, поддержку и, естественно, деньги. При этом нужна вовлеченность обязательно социальных структур, организации. Для этого еще важнее тренинг и образование для всех, и, конечно, исследование. Исследование не только для работников здравоохранения, но и для обычного населения. Все это чрезвычайно важно. Каковы же наши барьеры и препятствия? В первую очередь понятно, что это отсутствие доступа к необходимым препаратам, отсутствие профессионального образования, отсутствие образования пациентов, сообществ, обучения плиативной помощи, отсутствие политики здравоохранения, способствующей развитию плиативной помощи, отсутствие программ, показаний комплексных услуг и так далее. Мой коллега об этом поговорит более подробно. Давайте посмотрим на всемирное потребление морфина. Оно составляет всего 5 миллиграмм на душу населения. Мы знаем, что должно быть гораздо больше. То есть во многих странах, вы видите, вообще близко к нулю. Поэтому такая двойная проблема у нас возникает. Люди на самом деле не имеют доступ к обезболиванию, а другие боятся давать морфин, который является на самом деле золотым стандартом. Вот здесь мы видим потребление опиоидов в мире при различных нарушениях. Вот здесь мы видим шесть уровней развития плиативной помощи. Первый уровень. В случае, если мы не видим какой-либо активности в сфере плиативной помощи, то есть нет даже начала развития плиативной помощи. Второй уровень. Есть люди, которые хотят развивать плиативную помощь, но пока что еще не сталкиваются с определенными трудностями. Третий уровень. Это изолированное оказание плиативной помощи. То есть, возможно, есть в стране какой-то один центр плиативной помощи. Далее, третий уровень. Мы видим более распространенное оказание плиативной помощи. В этом случае плиативная помощь уже интегрирована в систему здравоохранения в стране. Четвертый уровень. Это предварительная стадия интеграции плиативной помощи. А и статья 4b. Это уже плиативная помощь находится на продвинутом уровне интеграции. И я думаю, что с 2011 по 2017 год Российская Федерация перешла в категорию предварительной интеграции плиативной помощи. Я думаю, что в ходе сегодняшней сессии мы еще поговорим о необходимости улучшения доступа к опиоидам в Российской Федерации. Это серьезная проблема. Теперь давайте посмотрим на результаты по 198 странам. Мы видим, что только 30 стран из 198 находятся на более продвинутой стадии интеграции плиативной помощи. Прежде всего, это страны с высоким уровнем дохода. Но также есть и исключения. Страны с низким и средним уровнем дохода, которые также смогли достичь хорошей интеграции плиативной помощи в систему здравоохранения. И нам следует учиться на их примере. И мы видим, что в большом количестве стран плиативная помощь совершенно не развита. Но, тем не менее, когда мы видим эти данные, мы наблюдаем определенный прогресс. Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию в глобальном масштабе. Мы видим, что только в 64% стран отсутствует ли ограниченное оказание плиативной помощи. И только в 15% стран хорошая интеграция плиативной помощи. То есть, вы видите, что в странах, которые отмечены более темным цветом, здесь интеграция лучше. Итак, как я уже сказал, есть инновационные модели развития плиативной помощи в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода. Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь есть два проекта в Бангладеш, когда мы оказывали плиативную помощь сообществам, и мы использовали модель из Индии. То есть, медицинские сотрудники старались облегчить страдания пациентов. Это хорошая модель. Также есть дом Рэйчел в Индонезии. Это программа по плиативной помощи для детей. Поставной хоспис в Зимбабве – это первый хоспис на Африканском континенте. И этот хоспис стал настоящим примером для подражания, несмотря на то, что он появился в очень непростых условиях. Также мы включили сюда первый московский хоспис. То есть, мы можем сказать, что этот хоспис стал настоящим маяком для плиативной помощи в Российской Федерации. И я думаю, что это действительно очень важная работа. И в Ямайке есть очень успешная программа «Институт надежды» для онкологических пациентов. Здесь вы видите фотографии, которые были сделаны в рамках этих программ в разных странах. То есть, в принципе, эти фотографии отражают потребности пациентов, пациентов, семей пациентов, палиативной помощи. И вы видите, как мы оказывали помощь таким пациентам в разных странах. В Панаме существует национальная программа палиативной помощи. И в этом случае палиативная помощь была очень успешно интегрирована в первичную медицинскую помощь в этой стране. То есть, это программа по интеграции неформального и формального подхода палиативной помощи. В Малайзии здесь есть очень успешная программа, которая была с помощью людям, которые живут в условиях бедности. В Монголии есть национальная программа палиативной помощи. Всеобъемлющая программа. И, кроме того, есть люди, которые живут с серьезными заболеваниями, которым требуется палиативная помощь. И мы поговорили с ними, собрали их истории, поскольку мы считаем, что нам необходимо также учитывать их мнение, когда мы планируем какие-либо действия. И здесь вы видите некоторые примеры. Вот люди, которые живут в Азии, на Ближнем Востоке, в Австралии. Итак, какие ресурсы у нас есть для оказания палиативной помощи? Есть финансовые ресурсы. Почему это важно? Необходимо, чтобы государство понимало, что палиативная помощь является частью решения проблем в сфере здравоохранения, которые у нас есть сегодня. И, тем не менее, нам все еще нужны благотворительные ресурсы. В последние годы такая потребность благотворительных ресурсов несколько сократилась, но все равно она осталась. И также нам нужна многосторонняя поддержка, в особенности, когда мы говорим о странах с низким уровнем дохода. Существуют исследовательские центры в разных странах, и они также нуждаются в поддержке. Также есть ресурсы на сайте ВУЗ. И здесь речь идет о сотрудничестве с международными организациями палиативной помощи для того, чтобы разработать надлежащие политики для оказания палиативной помощи. И для твоей специальный рабочий план ВУЗ. WHPC также обладает ресурсами на веб-сайте. Это может быть очень полезно. ICPCN – это сеть детской палиативной помощи и международная ассоциация космонавиативной помощи. Также обладает очень обширными ресурсами по палиативной помощи. У нас также есть различные программы по решению квалификации. Есть специальные журналы, церковные сотрудничества и, конечно же, международные организации. Итак, удалось ли нам улучшить развитие палиативной помощи с течением времени? Вот как еще можно измерить состояние палиативной помощи? В 2006-2017 год мы видим, что в течение этого времени на 32 меньше страны без палиативной помощи теперь есть в мире. То есть еще 16 стран начинают предоставлять палиативную помощь, и еще 17 стран начинают интегрировать палиативную помощь в систему здравоохранения. И мы продолжим отслеживать эту ситуацию, чтобы мы увидели, где, в какой сфере есть какие-либо проблемы, и где нам нужно достичь успеха. В 2017 году мы оценили количество пациентов. Это 3 миллиона пациентов, 16 тысяч служб. И в 2017 году количество таких пациентов значительно увеличилось. Кроме того, мы также занимаемся пропагандой палиативной помощи, и она привела к включению палиативной помощи в ключевые политические документы ООН. То есть палиативная помощь вошла в схему всеобщего охвата медицинскими услугами. И это означает, что всеобщий охват услугами здравоохранения невозможен без палиативной помощи. Также есть резолюция Всемирной ассамблеи ООН в 2014 году, и это все очень важные вехи. Наконец, здесь перечислены рекомендации, которые подчеркивают важность финансирования палиативной помощи. То есть нам нужно финансирование, нужна рабочая сила, нам нужны миллионы медицинских сотрудников, профессионалов в сфере здравоохранения, которые смогут оказать нам помощь. Также нам нужны более хорошие статистические информационные системы, нужны больше исследований и нужны рекомендации для сообщества. Я сейчас хотел бы поблагодарить вас за внимание, и я с радостью передаю слово нашему следующему спикеру, моему коллеге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова